Добрый день, дамы и господа! Сегодня воскресенье, в эфире передача «Что новенького?» А новость сегодня хорошая? Ну, прежде всего, мы хорошо проводим день. Мы сейчас с вами находимся в ресторане «Националь». Да-да, но не по поводу того, что здесь происходит какой-то взрослой паре, а здесь происходит детский праздник, радость. И об этом вы узнаете сегодня из нашей передачи. Но прежде всего, конечно, я хочу поговорить с Софой и с Фаиной. Софочка Фаина, добрый день! Здравствуйте, Вася! Здравствуйте, здравствуйте! Соф, как часто на сцене ресторана «Националь» выступают дети? Ну, во-первых, когда у нас проходит Балмейсвей. Балмейсвей – это, само собой, это тоже большие праздники. И сейчас, вы знаете, я могу вам сказать единственное, что наши дети – это наше будущее. Мы надеемся, что так и название такой «New Generation» правильно. Благодаря этой женщине, когда она пришла и вытащила меня из дому и говорит, что будут концерты, дети, наше будущее, то это действительно, что я могу Валентине сказать, это наше будущее. Потому что, когда мы имеем наших детей, мы на них смотрим и ликуемся. Когда мы имеем нау сейчас наших внуков, мы тем паче это делаем. Потому что это уже, как говорят в Америке, дивиденции, вы знаете. Говорят, внуки – это твоя последняя любовь. Это сто процентов. Потому что детям ты молодая, не уделяешь внимания так, как должно быть, потому что мы всегда в работе. А нашим внукам мы уже как бы на пенсии, и мы уже больше прислушиваемся, присматриваемся. А пенсия нам с тобой не грозит. Это сто процентов. Даже как и пенсионный возраст. Поэтому, что я могу вам сказать. Знаете, очень правильно, лет 10 тому назад, я знаю начало организатора этой школы, этих людей, которые начали. Этих детей, которые выросли. Я знаю Таню. Вот я знаю этих детей. Они меня уже переросли. Я их снимала, когда они были такие маленькие-маленькие. Сто процентов. Сейчас они ко мне подошли, и 10 лет прошло, люди, 10 лет. Поэтому сейчас, конечно, вот благодаря, вот Фаиночка, она меня, я думаю, поддержит. Они бегают, они звонят, они говорят, они терроризируют. Но это все прекрасно. Прекрасно. Фаина, Фаина, просветите немножечко и меня, и наших телезрителей, что сегодня здесь произойдет на этой сцене. С удовольствием. Значит, прежде всего, сегодня юбилейный концерт. Этот концерт посвящен десятилетию группы M-Generation. Поэтому сегодня все поколения M-Generation, вот начиная от тех, которых вы помните, Валюша, вот этих наших совсем маленьких, и сейчас двухметрового роста, наши дети, все сегодня участвуют в этом концерте. Значит, вы себе даже не представляете, что мы сделали здесь, в этом ресторане «Националь». Они нас будут долго помнить. Звукооператоры. Ресторан или дети. И ресторан, и дети, и родители, абсолютно все. Потому что мы столько труда в это вложили. Мы так хотим, чтобы это получилось. Но вы просто счастливы будем, если это получится. И скажут, это было здорово. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер всем, кто пришел сегодня на этот замечательный юбилейный концерт. Я, Михаил Немировский, и счастлив от того, что сегодня этот концерт открывают. Так же, как это было пять лет тому назад, когда ансамбль M-Generation праздновал свое пятилетие. Замечательный ансамбль. Изумительный ансамбль. Я его очень люблю. И хочу сказать, что я помню этих ребят со всем малышами. Когда они пришли, не держа микрофон даже в руках, а через год, они так запели под руководством замечательного педагога и композитора Бориса Рукитера, что стали лауреатами международного конкурса «Золотая турки» в Берлине. После этого у них было много разных концертов. Они были в Южной Америке, в Европе, в Канаде, во многих странах. И главное, они еще выступали в Голливуде. У нас есть свои голливудские звезды. Так вот, сегодня необыкновенный концерт. Сегодня встречаются два поколения M-Generation. Первое поколение, которое начинало, и второе поколение, которое продолжает. Итак, лауреат международного конкурса «Золотая ханукия» ансамбль «M-Generation». Вечная святая земля, сколько корень и боль перешита, Помни, забытые веку храня, никто не забыт и ничто не забыто. Святая земля, не пить чего дороже, Нам на мига, все пышки до нам одна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Боречка, спасибо большое за сегодняшний праздник, который здесь происходит И спасибо за наших детей Ну и конечно уже в нашем возрасте можно сказать и за наших внуков Спасибо вам, спасибо, спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Ну вот сейчас я в окружении участников этого сегодняшнего праздника, участников этого коллектива, вот это старшее поколение, вот это младшее поколение. Получается, я где-то между ними, среднее поколение. Но когда я первый раз снимала вот этот ансамбль, вот эти мальчишки были меньше этих, а теперь они выше меня. Привет, молодежь! Привет, привет! Привет, привет! Ну представьтесь нашим телезрителям. Меня зовут Келлан Новак, и я солист Time Generation, и сегодня у нас любимый концерт, нам 10 лет, и мы очень рады, что мы добрались отсюда, и что мы выросли, и у нас младшее поколение есть. Ты рад уже, что ты вырос? Ну, рад, что я уже выше, но жалко, что я уже не такой, как они, ну, вырос. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься вот к молодому поколению? Они такие хорошие, мы все так хорошо дружим между собой, они смотрят нас, они хотят быть, как мы, и они учатся от нас, и очень хорошо, у всех очень хорошо. Сейчас я их спрашиваю, как тебя зовут? Джозеф. Джозеф. Джозеф, сколько тебе лет? Одиннадцать. А сколько лет ты в этом коллективе? Четыре. Четыре года, и что за четыре года, чего ты здесь достиг? Так, я записывал соло, я новые друзья имею. Ну, тебе нравится сюда, конечно, ходить? Да. А ты думаешь, что вот когда-то наступит тебе сколько-то лет, там, тринадцать-четыре, тебе придется уйти из коллектива? Ну, я не хочу уйти, но если нужно, тогда что можем делать? Ты очень хороший мальчик, Джозеф. Так, вот у нас, теперь мы к старшему поколению обратимся. Скажи, как тебя зовут нашим телезрителям? Здравствуйте, меня зовут Майкл Форман. Майкл, ты меня помнишь, да? Да, конечно. Хорошо, Майкл, пожалуйста, скажи мне, вот сколько лет ты в коллективе? Сколько лет? Ну, где-то уже скоро будет где-то, ну, десять. Ты сначала, вот, основание коллектива, да? Да, но сначала, где-то, может, там, за, я пришел за полгода после, где-то, так. И что вот ты думаешь, что в коллективе происходит за эти десять лет? За эти десять лет много людей пришли, ушли, и наша группа стала, первое, меньше, потом больше, и теперь здесь мы все вместе, мы как это, как... Как семья. Как семья, все пришли обратно вместе, мы будем все танцевать вместе, петь вместе, мы будем все разговаривать опять, это как... Ну, как семья, да. Ребят, вы потрясающе разговариваете, вы потрясающе поете, и вы потрясающе умеете, наверное, дружить. Вот давайте спросим мнение о вас, младшего поколения. Как тебя зовут? Меня зовут Лайл Лукас. Лайл, скажи мне, пожалуйста, как к тебе относятся вот старшие поколения, не обижают? Нет. Нет? Нет. А что, как они тебя учат, или они стараются вас как, так сказать, малых не замечать? Ну, я от них учусь, как они делают движения, и они меня учат, чтобы лучше я был. А сколько ты лет в коллективе? Три. Три года? Да. Да, и тебе очень, наверное, нравится, да? Да. Я чувствую по вашим лицам, что вы довольны, вы хорошие, вы красивые ребятки. Вы знаете, я ваше старшее поколение знала вот в вашем возрасте, и вот выросли какие, смотрите, красивые, хорошие, я думаю, пройдет несколько лет. И вы будете уже старшим поколением, а кто-то придет на вашу смену, на смену младшего поколения, да? Вы свою жизнь собираетесь связывать с музыкой, мальчики? Ну, да, если можем. Если сможете, да? Да. Как ты думаешь? Я тоже хочу, я хочу быть певец. Певцом? Певцом. Певцом. Ребята, вы свою жизнь с музыкой связываете, или вы пытаетесь приобрести какую-то другую профессию? Ну, мы будем петь, пока можем. И, ну, пойдем в колледж, и там будем заниматься уже на то, что мы хочем быть, я хочу быть лоером. Ну, я всегда буду петь на стороне, всегда, я никогда не забуду. На стороне. Да. А ты как? Ну, пение это всегда была часть моей жизни. Ну, как получится, это всегда есть как у нас дубль, как если что-то не получится, всегда можно прийти обратно и спеть. Ну, да. Америка такая страна, что можно выбрать любую профессию. И я думаю, что вот эта молодежь, которая сейчас в искусстве, которая сейчас поет, прекрасно умеет дружить, прекрасно умеет найти себя в коллективе, она себя всегда найдет в жизни. Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия, так же, как и всем нашим телезрителям. Будьте счастливы, умеете радоваться своим детям. Музыка. 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 Сегодня три человека, Ревгер Шоконев, Борис Рухиттер и я, сели в уголок и стали обсуждать, как нам создать коллектив, который бы отвечал тем требованиям, которым мы хотели, чтобы наша община и вообще русскоязычная и еврейская община Нью-Йорка, чтобы они, как говорится, наидыш имели от этого нахер, чтобы они получали от этого удовольствие. И было решено создать коллектив, так как Борис Рухиттер профессионал, музыкант, и мы сошлись на том, что это должен быть ансамбль мальчиков, который будет обязательно выступать на английском, на идыш, на русском и на иврите, чтобы на каком бы языке эта песня не исполняла, чтобы она была доступна всем, кто понимает хоть один какой-то из этих языков. Ну и, как говорится, лихаби до начала, значит, так как задумали, так и сделали. Это было непросто, это было сложно, но тем не менее результат налицо. Уже прошло 10 лет, коллектив устоялся, и коллектив, я смотрю, такой очень дружный, да? Ну, я вам хочу сказать, что за эти годы были учтены все ошибки, которые были ранее, и мы увидели, что этот проект, он востребован. Ребята, вы в курсе дела, вам уже рассказывали, что они объездили очень много городов и весей, что они участвовали вот... Я их тоже 10 лет сдаю. Ну вот, я же в этом говорю. Так что, как говорится, мы результатом довольны, ну, осталось, чтобы зрители были довольны. Спасибо вам большое вот за этот коллектив, за то, что наши зрители, зрители всей Америки и зрители в этом зале могут наслаждаться этим. Спасибо. Спасибо. Это действительно большая радость, слушать этот коллектив, созданный вашим трудом, вашими молитвами и вашей помощью. Этот коллектив создавала команда. На плечи Ребгирша Окунева все, как говорится, проблемы организационные. Значит, Борис писал тексты, кстати, написал очень много своих песен, которые ребята исполняют. Он писал тексты на русском языке. Наша Ребетсон Ханя Окунев переводила эти тексты на английский. Я писал тексты на идыш. И поэтому в результате мы сегодня видим то, что мы видим. В результате мы видим счастье. В течение 10 лет, пока я снимаю этот коллектив, я тебя вижу на каждой съемке. Почему? Ты знаешь, хорошо, когда поют дети. А когда дети поют хорошо, это еще лучше. И вот этот лозунг, который сопровождает меня в моей жизни. Я сам когда-то пел в детстве, когда стал взрослым человеком. Мне очень нравится пение. Но, понимаешь, когда оно помножено еще на профессионализм руководителя, на отношения родителей и старших к этим детям. Все это просто замечательно. И я бы хотел, чтобы у этого ансамбля было продолжение. Я когда-то вел их концерт на пятилетие. Сейчас меня попросили открыть его на десятилетие. Я надеюсь, что я его открою на 120-летие. Ой, ты, значит, хочешь прожить 150, потому что нам по 30. Ну да, конечно. Не меньше. Но как-то очень хочется, потому что слушать этих ребят огромное удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу вам представить главного раввина синагоги. Синагоги, который находится на 6-м Брайтоне. Это Гирш Оконев. Вот этот коллектив базируется на вашей синагоге, да? Да. И мало что он базируется на синагоге, еще синагога очень помогает. При помощи синагоги создан этот коллектив. Так? Совершенно верно. Синагога не то, что помогает. Синагога оплачивает зарплаты и кореографу, и музыкальному руководителю. То есть это праздник нашей синагоги. Вот мне рассказывали, что вы собрались с Советом и создали этот коллектив 10 лет тому назад. Совершенно верно. А вот чья идея была Азика? Азика, да. А как вы отнеслись к этой идее? Вы с первого дня верили? Да. Я не верю, что я увидел, что я вижу сегодня. Но то, что это хорошая идея, я сразу согласился. А хорошая идея, она должна подкрепляться хорошей помощью. Совершенно верно. И ваша синагога помогает. Пускай Бог вашей синагоге дает процветание, хороших прихожан, хорошей компании. И чтобы каждый праздник отмечали так весело и так талантливо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. И какое счастье, что наши дети здесь могут петь на разных языках мира. Самое главное на еврейском. Потому что пока жизнь еврейский народ, мир существует. Я являюсь восьмпрезидент Международной академии Американской науки, образования и искусства. И президент филиала здесь, в Нью-Йорке. Я вам вручаю ваш диплом. И диплом вам с десятилетием. Вчера только он прибыл в почту мне. И чтобы вы были здоровы, чтобы ваши дети всегда радовали вас. И чтобы вы радовали нас, потому что это все необыкновенно. Это за гранью всего. Борис Рубитер, теперь академик. Руководитель оркестры инженер-эшнен. Борис Рубитер, теперь академик. Я вас не слышу! Харьева Грабдама Макдарова! Режиссер постановки Фарина Сафиев. Продюсер концерта Red Giddish Opening. Перевод текстов на лидер. Ази Клиберман. Перевод на английский язык. Калий Опанов. Директор наш. Администратор мира фурма. Вы знаете, сегодня было много, много-много у нас было грамот дипломов, но высшую награду, диплом в высшей степени заслужили вы, наш зритель. Если бы не было вас, не было ваших улыбок, то все, что сегодня происходило здесь на сцене, теряет всякий смысл. И поэтому мы хотим вам пожелать всем крепкого здоровья, долголетия. И я вас очень прошу, будьте счастливы. Подожим всем. Иерусаламин Иерусаламин